Сегодняшнее занятие посвящено очень важной дате. Вчера, день рождения премьер-министра нашей страны, к этой дате была 5 лет назад, к этой журналисте. Плетковская работала в новой газете, писала разные репортажи. Вот, казалось бы, на автоматическом кружке не место для того, чтобы выяснять, когда была война, когда не была война, что там произошло. И действительно, это совсем не дело школьников копаться в конкретике. Кто, кого, когда. Это дело ваших родителей. Вашим родителям, в большинстве из них, это глубоко безразлично. Ну, собственно, разговор не о том. Разговор о том, что, оказывается, в ультиматике есть задача, которая имеет самое непосредственное отношение к тому, к чему убивают журналисты. Крупкая женщина, которая, безусловно, ничего никому не могла сделать, кроме как записать чей-то рассказ. А что значит записать чей-то рассказ? Вот живет где-то человек. Ну, там, не знаю, его обители, да? Ну, там, что-нибудь произошло, да? Он знает о том, что произошло. Он бежал в Литковский, ну, или сейчас он бежит в каком-то другом журналистке. И рассказывает о том, что вот у меня беда. Отлично. Почему за это журналистов убивают? И какая здесь связь с математикой? Оказывается, ответ на этот вопрос давно известен. Давным-давно ответ на этот вопрос есть. И в журнале «Фронт» соответствующая статья была от самого начальства 50-х годов. Ее написал Михаил Горьевич Вегер. Почему-то решили тогда под псевдонимом «Милка» Михаил Горьевич Вегер. Статья называлась «Что сказал проводник?» «Что сказал проводник?» Желающие легко найти эту статью. И я сейчас расскажу. Ну, разумеется, не всю, но почти всю эту историю. Три даны. Абрыцы сидят, смотрят друг на друга и смеются. Внезапно первая из них соображает. Почему вторая из них понимает, что третья смеется на ней? О, Боже, они смеются на дружбу. Повторяю. Три даны. А, Б, С. Сидят, смотрят друг на друга. И все смеются. Потому что каждый смеется над каждого. Внезапно одна из них с ужасом соображает. Почему эта не понимает, что над ней смеется? О, Боже, они смеются недавно. Ну, не знаю, насколько это... Казалось бы, какое отношение к этому виду журналистика? Вроде никакого. Вроде никакого. Игорь Михайлович, читали? Да. Так, помните, там есть такой замечательный эпизод, когда ехали в поезде, он в третьей части, в школу, и вдруг этот поезд был окружен такими страшными черными существами. Помните, да? Да. Вот, они все это, значит, остановили поезд, и храбрый профессор любил всех спас. Был такое? Было. Так вот, представьте себе, что это были не дементоры, а Малфой с друзьями, просто хулиган. Которые взяли, выключили свет, быстренько нарисовали на лбу у некоторых черные метки, но не такие, которые странные. Которые горят. А просто нарисовали так, что абсолютно не больно и даже чувствуются. На самом деле, есть много логических задач. Обычно, чтобы не заниматься они санитарией, говорят про колпаки. Обычно эти задачи контролируются так. Имеют несколько человек, им на головы надели там белые или черные колпаки. Каждому так, что любой человек видит колпаки всех остальных, и при этом не может знать, какой на голове у него колпак. В общем, не важно. Хотите представлять, что на лбу нарисовано, хотите представлять, что колпак задержан. Это все не важно. Важно другое. Что вот они сидят. Давайте будем считать, что на лбу нарисовано, чтобы тут была грязь. Они сидят. Мудрецы. Уже свет включили. Едут. А что такое мудрецы? Они зря не совершат ни одного действия. То есть, значит, они... Если есть возможность, что они чистые, то так и будут спокойно, тихонечко ехать. Разумеется, как только мудрец точно узнает, что он грязный, он сразу же побежит мыться. А дальше произошло следующее. В этом поезде, в этом поезде, естественно, был проводник. Он вошел в вагон, посмотрел на все это безобразие и громко произнес следующее слово. Уважаемые пассажиры, тут кое-кто испачкался. Понятно? Сейчас будут остановки. Вы сможете выйти, выматься. За нашим поездом идет много таких же поездов. Можете по тому же билету зайти, сесть, продолжить путь. Никаких проблем у вас не будет. Так, надо сказать еще, что поезд был устроен как электричка. То есть, если стоишь... Ну, как в таком турнике, в микроволе, не знаю. Если стоишь очень близко от двери, то сразу выходишь, все нормально. Если же ты находишься на своем месте, то давайте считать, что не успеваешь добежать. И, соответственно, если не стоишь около двери, то уже не успеваешь добежать. Теперь вопрос. Как же будут себя вести мудрецы? Что у нас будет происходить в этом замечательном вагоне? Да, пожалуйста. Ты понимаешь, что тебя не слышат? Если ты хочешь выйти, говори громко. Сиди, пожалуйста. Не хочешь выходить? Следующий. Ребята, тот, у кого есть что сказать, встает и говорит громкое чудо. Да. Так, чтобы его слышать. Они, наверное, пересели. Они пересели ради чего? Чтобы помыть, не изменяться кто рядом. Нет, а от того, что они пересядли, разве может что-то измениться? Нет, никаких зеркал, нет. Я понимаю, что в обычном поезде, конечно, есть зеркала, и просто достаточно подойти и посмотреться. Но мы сейчас считаем, что не какие-то, да, пожалуйста. Наверное, они посмотрели, кто измачивался, а кто нет, и не могли, кто измачивался с нами. Они мудрецы. Зря они не будут разговаривать. Они едут. Им хорошо. Они знают, что, в принципе, остановок впереди еще много. И поэтому человек выходит только в случае, если с абсолютной логической неизбежностью он понимает, что у него на лбу нарисовано черное пятно. Да? Ну, может быть, они посмотрели друг на друга и сказали, что... Вот. Вот давайте считаем, что они ничего не говорят. Они ничего не говорят. Это именно такие мудрецы. Молчат. Не перенитиваются. Записочками не обмениваются. Да? Мне за что, что они перенитивались, а потом... Что они так, то, что на одного, что, наверное, будут все смотреть. Можно быть, из-за этого... Вот. Я про это не сказал. Они не обмениваются записками. Они не переглядываются. Ребята, сейчас задача по математике. То есть у нас такие идеальные мудрецы, которые зря пальцем не пошевельнут. Да? Может быть, что они едут и смотрят друг на друга, и они видят, что... Понятно. То есть, когда я вижу, что вот там вот девочка в белом, то я рюю и на нее смотрю. Да? Смотрю, смотрю, смотрю. Нет, мудрецы ничего подобного себе не позволяют. Да и я, в общем, тоже, знаете, как-то этим занимаюсь. Ты, вы тоже сейчас сидите. У вас есть желание пялиться только на друга? Да никакого. Понимаете? Нет. Ничего подобного. Никаких таких пристальных, многозначительных взглядов, конечно, там не было. Мы считаем, что каждый мудрет все время видит всех остальных так, но при этом они никак не перемутываются. Да? Наверное, поскольку этот мудрет сидел, у кого-то черное пятно и полет в лоб. Или сам? Ну, это же лишняя трата энергии. Кого-то брать, везти. Да он сам догадается, сам пойдет. Если они просто все не выходили, вот, хороший верст. Они так и сидели до конечной остановки, а уж когда по домам, тогда и разобрались. На самом деле нет. Все было намного интереснее. Да? Может, каждый пошел или один? А, например, я не знаю, что делать. Кто-то из них грязный, а кто-то нет. Поэтому идея, что они все встали и шлемыться, она совершенно неправильная. В идеале надо, чтобы пошлемыться, только грязные. А, наверное, они дают до конечной остановки и там зайдут все свои дома, но там помоются. Да-да-да, вот то же самое, что она уже сказала. Да. Я думаю, что каждый из мудрецов не думал, что он грязный. Конечно. Каждый из мудрецов спокойно едет. Конечно, проводник вошел и сказал, что тут есть грязное. Но, понимаете, есть несколько грязных, то человек видит, что есть грязное и абсолютно не обязан это переносить на себя. Может быть, чистый, может быть, грязный. И не знаю, какой. Может, проводник сам скажет, что кто-то грязный? Нет. Проводник ни на кого пальцем не показывал. Да? Он мне просто сказал на тех... Нет. Проводник не сказал ни на кого конкретно. Я точный текст речи проводника вам говорил. Тут есть кое-кто грязный. Один человек? Вот это сказал проводник. Да. Может, возможно, опять-таки у вас саживаются? Не то. Слушаю вас. Может быть, это они напалили, потому что сказали кое-кто? Слово кое-кто абсолютно четко понимается. Вот несколько человек... Да. Мы вообще не думали, не думали, с кем у нас работали, а не думали, что это происходит. Да, да. Ну все, я вижу, что вы застряли вот на этом месте. А на самом деле все намного интереснее. И эта задача традиционно используется в математике для того, чтобы объяснить, что такое интуиция. Мы не можем решить задачу сразу для целого вагона. Но мы можем разобрать совсем простые случаи этой задачи. Например, если в вагоне ехал только один человек. Скажите, пожалуйста, эта ситуация может быть разобрана? Да. Отлично. Кто бы тебе расскажет, пожалуйста? Прошу. Он тогда просто скажет не того человека. Нет, проводник скажет не на того человека. Проводник скажет, тут есть кто-то испачкнувшись. И этот самый один человек совершенно четко поймет, что разговор про него. Потому что больше никого нет. Согласны? Да. Нет, я вас не буду отпускать. Один человек совсем просто. А вот если один испачкавшийся, а остальные, не знаю, еще там 30 человек, не испачкавшийся. Тогда что? Да? Да, он почувствует. Что-то не будет чувствовать. А проводник по-прежнему сказал, тут есть кто-то испачкнувшись. Да, только не. И этот человек, который испачкался, он даже не знает, что он испачкался, он увидит, что никто другой не грязный. И поймет, что это он испачкался. Абсолютно. Абсолютная правда. Когда вы видите перед собой. Вот представьте себе вагон, это все, кто здесь присутствует. А испачкавшийся, это, ну, не знаю, кто угодно, да? Один человек, вот он, да? Он сидит, тут, представьте, что он испачкавшийся. Замечательно. Говорят, тут есть испачканный. Он смотрит вокруг на всех-всех-всех. Все чистые. Ну, не надо быть особенно мудрецом, чтобы догадаться. Правильно? Значит, что мы сделали? Мы решили задачу, когда в поезде платим испачканный мудрец. Что нужно сделать, чтобы дальше решать задачу при помощи индукции? Какую ситуацию мы сейчас будем разбирать? Да? Когда в поезде два грязных, остальные чистые, приходит тот же самый проводник. Давай. Они. Не, не, походи. Приходит тот же самый проводник и говорит. Они смотрят на всех, на всех, на всех смотрят, и смотрят, что никто не грязный. А вы понимаете, что они двое живут? Нет. Вот представь себе, в погоне двое грязных. Я и Ваше Величество. Вот. Тогда происходит простая вещь. Я смотрю, вижу грязный. Ну, значит, может проводник про него и говорил. Вы смотрите на меня. Грязный. Значит, наверное, проводник говорил не про вас, а про меня. И в результате мы оба думаем про другого. Согласны? Да. И что дальше? И что дальше? Мы смотрим на всех других. Все же не грязные. Да. Мы грязные. Ну, мы смотрим на всех других. И вдруг мы грязные. Нет. Еще раз. Я думаю про вас. Вы про меня. В результате мы оба не выходим. Мы оба надеемся, что грязный другой. Они смотрят все на друг друга, и этот человек видит того грязного, и он просто не думает про себя. Не то. Только догадался. Догадался. Здесь огромная доска. Не обязательно стоять себе в этом месте. Договорим. Может быть, проводник сам скажет, что... Да нет, проводник сказал, и ушел. Давай. Потому что вот этот человек и смотрит на другого, и видит, что он грязный. Потом он смотрит на остальных, и видит, что он не грязный. И понимает, что грязный вот этот человек, с которым он, например, рядом с ним, и он. Почему и он? Почему и он? Да, конечно. Как он может доказаться, что и он грязный? Сейчас, говори. Но это он должен посмотреть в окно, и тогда в окне же тоже отражается. Глупости. Отражение в окне, это все не то. Говори. Ну еще, да. Раньше, мы думаем. Если другой человек не идет, который перед ним сидит, и он видит, что он грязный, значит, он не должен понять, что он тогда еще грязный. Так, на самом деле вы правы, так вам слово, а что вы мне сказали? Ну вот, они два смотрятся в вести, значит, все чистые, и оба говорят, что ты грязный, значит, они оба грязные. Не то. Вот, может быть, они друг на друга смотрят и замечают, что на друга смотрят. Понимают, что музыку, что они грязные. Не то, заинтересно. Так, ребята, давайте я ищу. Нет, нельзя. Если тебе уже сказали, не нужно. Значит, ребята, вот есть такое понятие, как въездить. Нельзя, ну, как сказать, ну, нельзя на храм лезть любой, целой, всех уничтожить вокруг. Да? Это неправильно. Это просто неправильное проведение. Главное, что и вам будет от этого хуже. То есть на секунду вы играете, что всех своих товарищей подавите, а потом реально проиграете. Так, вам еще раз даю возможность сложить вашу точку зрения, только, пожалуйста, почетче. Вот, например, двое же они дома сидят, надо же друга смотрят и думать, он смотрит, если другой грязный, грязный, раз он не встает, а смотрит... Вот, 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 золотые слова, раз он не встает, услышали? Раз он не встает, если бы в вагоне был только один грязный, вот давайте представим себе двое грязных, я его, два грязных человека в вагоне. Что происходит? Пришел проводник, проводник сказал, тут есть кое-кто грязный. Замечательно. Я думаю, ну да, наверное, он. Он думает, ну да, все правильно. И на первой же остановке, по моему представлению, должно произойти следующее. Он должен увидеть, что все вокруг чистые и, естественно, побежать мыться. Но он не бежит. А почему он не бежит? Есть единственная причина. Потому что он рассуждает так же, как я. Я жду до первой остановки, уверенный, что он должен пойти, если я чистый. И он думает, что, может быть, он чистый, и тогда понимает, что на первой же остановке я должен идти. Но на первой остановке ни я, ни он, и никуда не идем. Ну тогда, может быть, мол, нам надо двоими теней. Молодец. Молодец. Значит, в случае двоих грязных лицов, на второй остановке оба выходят. Так, теперь самое интересное. Давайте-ка мы найдем троих грязных. Так, давайте. Так, ну, давай. Так, давай. Второй. И давай. Третий. Все. Игорь, выходи. Хорош. Так, как вас зовут? Иван. Так. Игорь. Кирилл. Кирилл. А все запомнили? Да. Кирилл, Иван, Игорь. Замечательно. Ну, как-то давайте думать. Значит, представьте себе, что есть флагман, в котором трое грязных. Вот эти три чудовища, они представьте себе, у них на лбу нарисованы огромные черные противные метки. Но они больны им, и они сами не чувствуют ничего. И даже когда рукой касаются, то давайте считать, что какой грязи нет. Так вот, как они будут рассуждать? Мы в снег. Можно тебя сами собрать? Вы едете. Входит про войну. Вы смотрите друг на друга и соображаете. Проводник сказал, что тут есть кое-кто грязный. Ну, смотрите, ну да, есть. Нет, переметивать, перешетывать вам нельзя. Да, пожалуйста. Может быть, как и с двумя людьми, вот они... Как и с двумя людьми, это замечательно. Мы как и с двумя людьми. Да. В прошлом, как и с двумя людьми, они друг друга смотрят и думают, что на следующей остановке они пойдут мыться. А почему это следующее, интересно? На это. Ну, на остановке они... Как может рассуждать память? Ну, что... Либо я чистый, либо я грязный. Согласны? Да. Я на саду карту смотрю, и вот два грязных, вот два. Да, говори. Кажется? Ну, на меня посмотришь, ты грязный. Рукучка. А вот на меня посмотришь, грязный, ты грязный. Нет, в лоб тебе это никто не скажет. Никаких слов, кроме тех, что произнес проводник, уже не будет. Дальше, в полном молчании, поезд иногда останавливается, открывает дверь, снимает дверь. Замечательно. Да, 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 похучие вы мои. Нет, 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 ничего подобного, ничего подобного там, конечно, нет. У нас нормальные культурные мудрецы, никаких ужастиков. Так, давайте, давайте. У кого есть версии сказать, выходите по доске, и сейчас будете говорить. Только постарайтесь почетче и побыстрее. Так, поехали. Круче. Может, когда кладешь на каждую? Так, ребят, давайте, вы встраивающийся отойдете, чтобы было видно, где вы, а где желающие про вас сказать. Вот три экспоната, говори. Вот, например, один человек думает, проводник на ним говорит, и другие так же думают. И думает, что они идут в другой остановке, но они ведь сами не понимают, что они вяжут. Я не понимаю, что вы сказали, но мало ли что они думают. Меня интересует, на какой остановке они пойдут мыться, и как они будут рассуждать. Все, садитесь, вы. Подожди, пожалуйста. Говори громко. Иван смотрит, где вас убит. Он думает, что это они грязные. Иван смотрит, где гибли вы с вами думает, что они грязные. Да. Каждый понимает, что перед ним двое грязных. Каждый из тех, кто чистый в вагоне сидит, понимает, что грязных даже трое. То есть, смотрите, если еще грязный, то он видит двое грязных. Вот представьте себе вот, представьте себе, что вот вы, да, это грязные, а все остальные чистые. Это у каждого есть что-то сказать, да? Так, поскольку уже набралось семь человек, давайте сделаем так. Каждый произносит, ну, получается, естественно, то, что считает нужным. Так, давайте начинаем с вас. Громко. Иван смотрит, где гибли, что он не грязный. Иван смотрит, где мы с вами думаем, что он не грязный. А где я смотрит, где мы целые, когда мы думаем, что он не грязный. Вообще у меня продолжающиеся на остановку никто не выходит. Потому что каждый думает, что он чистый. И что? Садись. Так, давай. Вот они смотрят и понимают, что Ваня смотрит и думает, что на первой же остановке Кирилл выйдет. Но они выходят и Ваня понимает, что... Отлично. И на второй остановке все трое выйдут. Они смотрят друг на друга. Они смотрят друг на друга. И видят, что двое из них грязные, а третий не понимает. И на второй остановке они... Тот человек, который смотрел за других двоих, он видит, что они не стоят и понимают, что все трое грязные. На какой остановке они придут? На третий. Заметьте, есть новая версия. Выйдут не на второй остановке, а на третьей. Так, у вас что сказать? Нет. Каждый смотрит на других двоих грязных и думает, вот они грязные. Они... но почему они не выходят? Потому что они смотрят на меня и думают, что я тоже грязный. Поэтому нам... Каждый так думает и... И на какой же остановке по вашему они выйдут? На третьей тоже. А может на второй? Нет. На второй они не могут выйти. Почему? На второй они смотрятся друг на друга и понимают, что на следующей остановке они всем надо выйти. Почему на следующей? Да? Ну, мы сначала сказали, что те, кто сидят, не могут сразу выйти. Войди на второй, так как они все чем-то, они не уходят. А почему они будут сидеть на второй? Может быть они успеют сообразить? То есть, как они успеют сообразить и создать друг на друга? Нет, как-нибудь... То есть, сейчас у нас ситуация... Я объясню, как я говорю эту ситуацию. Мы уже более-менее поняли, что на первой остановке они не выйдут. Это понятно. На первой. Пожалуйста, уберите свои книги. Сейчас у нас идет урок. Сейчас, к сожалению, еще задача не решена. Очень неправильно отвлекаться, когда на самом деле у нас задача абсолютно еще не разумная. Господа, на первой остановке они понятно, что не выйдут. По той простой причине, что каждый, что называется, понадеется на остальных. Замечательно. Вот теперь вопрос. На второй остановке выйдут или нет? Он чистый и двое грязное. Да? По второй остановке. Они будут так же, но уже будут немного сомневаться, что они тоже немного грязные. Одно-третье, они будут точно друг другу, что все три грязные. Замечательно. А может быть, они на четвертый выйдут до гарантии? Нет. Ну что-то они сомневаются. Может быть, нет. Представляете, вот это немножко сомневаться. Да, 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 да. Садитесь, садитесь. У кого вы не хочешь, садитесь. У нас уже слишком. У нас уже слишком. У нас уже слишком много времени ушло и, к сожалению, опять уже второй раз всего за сегодня мы с ним псовы. То есть, понимаете, в начале занятий вам казалось, что они вообще никуда не пойдут. Да? А сейчас вы уже поняли, что все-таки они, конечно, пойдут. Но есть проблема. Некоторые считают, что они пойдут на второй остановке от этих меньшинства. Многие считают, что они пойдут на третьей остановке. Это правда. Они действительно пойдут на третьей остановке. Но неприятность в том, что вы не можете четко объяснить, почему действительно на третьей остановке они пойдут. Давайте я попытаюсь это сделать за вас. Значит, господа, вот представьте себе три человека, которые едут в бой. Как может рассуждать Ваня? Или я чистый, или я грязный. Согласны? Да. А теперь Ваня. Если я чистый, думает... Это он никому не говорит. Это он про себя так думает. Думает Ваня. То... Смотрите. Если я чистый, то я отдаю мысль на одних. И в вагоне двое грязных. Понимаете смысл? В вагоне двое грязных. А я решал задачу, когда два человека были. Эту задачу уже решал. В этом и есть идея и функция. Я сейчас могу пользоваться своим предыдущим осуждением. Когда в вагоне двое грязных, то происходит следующее. Каждый не думает, я либо чистый, либо грязный. Если я чистый, то тогда в вагоне только один грязный. И он должен выйти на первой остановке. Жду. Он не выходит. Понимаете? Это так думает Ваня, что так может обсуждать любой человек. Жду, он не выходит. И значит, если Ваня чистый, то как мы решали вот эту задачу, оба должны выйти на второй остановке. Что делает Ваня? Ждет вторую остановку. И когда они не выходят, то приходят к какому выводу? Что он должен быть. Что его предположение неверное. Они ведут себя не так, как должны. Они должны были выйти на второй остановке. А они не вышли. Понятно, о чем мы сказали? Да. Понятно, о чем мы сказали. Мы разобрали задачу для единицы, двойки и тройки. Итак, мы разобрали задачу для тройки. Естественно, сейчас в случае, когда в вагоне четверо грязных лицов. То есть представьте себе четыре человека. Как может рассуждать, собственно говоря, любой из них? Кто-то может объяснить? Давай. 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 Не думаю, что это ненормально грязно, но не думаю, что это кто-то другой грязный. Не то. Садись. Ты ничего не поняла? Да. Кто знает решение задачи? Кто не просто выйдет, а выйдет и что-то разумное скажет? Как могут рассуждать четверо мудрецов? Ну, вернее, любой из них. Я думаю, что вот эти три, один из них выйдет на любой, а первый или третий из них. А, тоже ничего не поняла? Все-все-все-все. Уже ничего не поняла? Да? Громко. Да. И каждый из них считает, что он видит трех грязных. Да. Он видит трех грязных. Ну, если я чист, то они грязные. Нет, они просто в любом случае грязные. Он в любом случае видит трех грязных. Да. Проводник сказал, что несколько человек грязных. Да. Проводник сказал, что несколько человек грязных. Дальше. Один из них смотрит, трое грязных. Да. Значит, они должны на следующей остановке выйти. Неверно. Не должны они на следующей остановке выйти. Если один из них думает, то он чистый. А трое грязные. Если бы было так, то они бы вышли на третью остановку. Но они не вышли. И он понимает, что он тоже грязный. И выходит на четвертую остановку. И они все выходят на четвертую остановку. Все. Все. Больше не нужно. Потому что решение надо сказать. Господа. Действительно, решил задачу. Действительно, полностью решил задачу. Смотрите. Есть четыре человека. Один из них, любой, может рассуждать следующим образом. Если я чистый, то в вагоне трое грязных. Так? Так. Но когда в вагоне трое грязных, задача уже решена нами. И мы знаем, что на третьей остановке они должны пойти мыться. Жду третью остановку. Они не выходят. Значит, мое предположение было неверно. И значит, на следующей же остановке я подвеку из вагона. Согласны? Да. Отлично. Ребята, а вы понимаете, что так же будет до пяти, до шести? То есть. Ровно так же. Если пятеро мудрецов, то любой из них думает, что если я чистый, то в вагоне четверо грязных. И значит, на четвертой остановке они должны идти. И на пятой все побегут. Таким образом, вот меньше часа с начала занятия у нас прошло, и мы с вами разобрались в этой ситуации. Мы поняли, что если в вагоне пятнадцать грязных мудрецов, то на пятнадцатой остановке они все пойдут крояться. Если х, то на х-вые остановки. Отлично. Это была задача. Только это была не задача. Это была задача, а это только предисловие, к той самой нашей настоящей задаче, которую мы с вами сегодня и потеряли. Задача была сформулирована коротко в самом начале. Что сказал проводник? Ребята, сейчас я отношу полное внимание, потому что на самом деле у нас получился некий парадокс. объясняю. Вот, скажите, проводник, он сказал то, что они знали, или же он сказал какую-то абсолютно новую мысль? Вот представьте себе, в вагоне, например, четкая грязь. Не будем далеко, не будем много, пусть в вагоне всего четыре грязных человека. Входит проводник и говорит, уважаемые пассажиры, тут кое-кто испачкался. Он это говорит громко, вот так же, как я сейчас, да, вот стою перед вами громко, так же все слышат меня. Будут остановки, мы дальше рассказываем, что там можно будет сходить помыться и так далее. Скажите, пожалуйста, он сказал то, что люди знали без него или нет? Нет. То, что знали. Кто-то знали. Кто-то знали. Любой находящийся в этом поезде человек, ну, если он чистый, он видит четыре грязи. Если он грязный, он видит троих. Но не в любом случае хотя бы троих он видит. поэтому проводник сказал то, что и без него все прекрасно знали. Понятно? Да. Проводник сказал абсолютно понятную, известную всем вещь. В другую страну. То есть, мы проводим музыку как-то, да? Вот, например, я сейчас во всеуслышании вам объявляю. Уважаемый школьник, если к одному прибавить один, получится два. Маленькая проблема, что вы это знаете и без меня. Поэтому я это мог и не объявлять. Правильно? Да. В другую страну. В другую страну. И проводник то же самое. Он сказал то, что и без него все прекрасно знали. Он ничего нового не сказал. А раз он не сказал ничего нового, то значит, он мог и не приходить. Пока все понятно? Да. Хорошо. А теперь давайте анонсовать. Скажите, пожалуйста, да. А если бы проводник и правда не приходил, как вы считаете, тогда они пошли умыться или не пошли? Так, поднимите руки, кто считает, что если бы проводник не приходил, то никто бы умыться не пошел. Вот проводник не приходит, и никто не умыться. Так, давайте я посчитаю. Только, пожалуйста, поднимите и держите. Итак, проводник не пришел, в таком случае никто мыться тоже не пошел. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, там, двадцать небольших. Спасибо. Кто считает, что если проводник не пришел, то они все равно пойдут мыться? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, 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 десять. Так, ну, где-то G30 примерно. Хорошо. То есть большинством голосов победила точка зрения, что проводник абсолютно не нужен. Повторит? Да? Повторит? Давайте по одному представителю каждой политики. Кто считает, что они пойдут мыться, если проводник не нет? Они пойдут выходить. Они пойдут мыться, если проводника нет? Выходи, пожалуйста. Кто посчитает, что они не пойдут мыться, если проводник камер? Так, объяснение. Я думаю, что проводник пришёл и сказал, что тут кто-то грязный. И это их натолкнуло на мысль. А может быть, проводник не только про этих людей сказал, но и про меня? Это натолкнуло их на мысль. Нет, слушайте, они же мудрецы. Конечно, какого-то обычного человека надо, что называется, наталкивать, подумать. Но мудрецы считают, что они всегда думают. Поэтому что такое натолкнуло на мысль? Нет, не кроме того, проводник не приходил. Если проводник не приходил, они пойдут мыться или нет? Ну, они пойдут. Пойдут? Да. Дайте чем сказать. Они пойдут. Как они будут рассуждать? Ну, они посмотрят на друг друга. И на какой остановке они пойдут? Они так рассуждаются. Четверо. Четверо. Ну, они пойдут на четвертое остановки. Замечательно. Ваши точки зрения. Я думаю, что мест... Не надо шептать, чтобы быть помнят. Это лично проводник не пришел, но не важно, в принципе. Потому что, ну, один считает, что он уже разный, другой тоже считает, что он уже разный. А вот если он это сказал, мы сами подумаем. Нет, нет. Если сказал другое. Почему они не пойдут, когда он не сказал? Можешь объяснить? Так, давай. Почему они не пойдут, если проводника не было? Потому что проводник... Потому что ты говорил только проводника. Они не говорили друг другу. Вот. 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 И они бы не пошли, потому что если бы пошел другой проводник, они бы... Нет, другого проводника нет. Нет, нет, нет. Довагон никаких других проводников... Никаких других проводников... Никаких. Никаких других сжатых у нас нет. девушка и что вопрос простой если проводить не приходи пойдут или не пойду нельзя объяснять что они не пойдут тем что когда проводник пришел если он не пришел когда что то есть вы уверены что они без всякого поводника все равно пошли на какой основной на четвертый остаток все раздавить нужно сейчас вспомнить шутка это поздавший на 1 час 5 ребят это абсолютно неправильное отношение математике занятия это совсем совсем правильное отношение вы думаете что если вы пришли в стену университета от этого вы стали умнее неправда поэтому просто потратили какое-то время чтобы сюда доехать сейчас потратить не понимая посидите и потом потратите время чтобы отсюда уехать если вы пришли в начале занятий вы бы понимали что здесь происходит сейчас у вас вообще когда человек начинает замесили фан любил говорить такую такую вещь что занятие наукой это примерно так же удобно как сесть в трамвай на полную ходу это он говорил всем молодым ученым а именно смотрите есть огромная мощная наука и люди обычно снимают и всю жизнь так вот когда молодой человек приходит в университет начинает учиться он должен быстро быстро что называется включить в эту жизнь и удовольствие обычно такой же как встать на путях трамвая когда он едет что обычно бывает лепешка абсолютно и лепешка но это немножко врач на конечно в общем дефан был человек вполне жизнерадостный и с назад и сам много раз и начинал заниматься разными областями областями науки и подготовил много людей так что все не так трагично тем не менее каждому отдельному занятию тоже относится все таки больше часа уже прошло я глубоко сочувствую только что присоединился к нам господа давайте я пытаюсь сейчас быстренько вспомнить как мы решали задачу если в вагоне четверо грязных то один из них думает что я либо чистый либо грязный и если я чистый то тогда задача сводится к задаче когда трое грязных пудрецов согласны было такой сегодня было продай любой из трех человек думает если я чистый то задача сводится к задаче когда два человека когда два человека любой из них думает если я чистый то задача сводится к чему один один человек если у нас один человек едет и проводник не пришел может этот один человек догадаться спада смотрите смотрите какая история мы с вами чтобы решить задачу для четверки решали для тройки чтобы решить для тройки решали для двойки чтобы решать для двойки решали ее для одного человека а вот случай когда по идее один грязный именно в этом случае вам нужен был проводник проводник абсолютно необходим потому что решение для четверки базируется без базы индукции не бывает а для базы нужен проводник значит мы поняли что если бы проводник не приходил то они бы не пошли а с другой стороны проводник проводник сказал то что все и так знали это совершенно удивительная ситуация вот у нас заснули тут на занятии а между тем сейчас самое интересное повторяю что произошло выяснилось что произнесение известной всем истины проводник сказал тут есть кое-кто грязный он сказал то что без него все знали произнесение известной истины может иметь последствия последствия спасибо уберите папу сейчас не в папке сделано сейчас надо подумать как так бывает вы получили противоречие от того что я вам сообщаю какую-то известную вещь не может ваше поведение я вам сейчас скажу что на свете есть азовское море может это как-то повлиять на ваше поведение не может потому что я уверен что все вы и так знаете да ну хорошо про азовское может кто-то не знал на севере есть город какой бурманск правда есть такой город на севере замечательно может из этого что-то следовать чего а проводник произносит речь которая не содержит ничего нового и вдруг если бы он не приходил то они бы не пошли а когда он это произнес то они пошли у кого есть версия да да и что они мудрецы понимаете обычный человек действительно нуждается в том чтобы но считается что мудрецы умеют думать сразу да пожалуйста это 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 слова да громко они они не пошли мы не знали кто но они даже не знали кто он ни на кого пальцем не показал он сказал что в вагоне есть грязное но они знают проводник сказал банальность он сказал то что и без него знают да не во внимание дело они мудрецы это вам нужно обратить внимание на что-то а мудрецы они и думают мудрецы соображают проблема вот какая почему сообщение известного факта повторяю известного факта может привести к последствиям вот представьте себе если бы проводник не громко на на всех объявил бы а если бы проводник подошел и каждому на ушко прошертал у нас чай стоит столько-то копеек кофе стоит там столько-то ну я не знаю что у них там еще есть вот а еще в вагоне кое-кто испачкался представьте себе что проводник не встает перед всеми и громко говорит а именно подходит и с каждым шепчется ну даже пусть он более-менее об одном и том же шепчется но другие об этом не знают с одним поговорил тихонечко никто это не слышал с другим поговорил тихонечко как считаете в таком случае пошли бы мы цели нет с каждым но неизвестно о чем нет нет пошли бы совершенно верно важно что это сообщение было сделано публично не понимаете разницу не нет ребята смотрите вот когда человек пишет книжку да и когда человек пишет письмо как вы думаете это одно и тоже или нет в чем разница отлично вы взяли написали письмо маме здравствуй мама там я думаю о том то и том то и том то или вы взяли и написали книгу я думаю а дальше представьте себе что написано то же самое что вы писали маме в чем разница да отлично а я возьму у меня в электронной почте тысячи адресов представьте себе что я такой вот общительный человек я беру и пишу письмо ну не знаю там свои мысли о математике да я не знаю какое-нибудь письмо вот и рассылаю его тысячи человек своим знакомым как вы думаете это будет публикация или нет да это будет публикация не будет не будет эта публикация почему а потому что книга не поэтому я могу написать большое письмо да мы должны знать кому посылать молодец молодец произнес точные слова я если знаю кому посылаю то это не публикация если вы откроете законодательство то там очень четко на эту тему написано произведение считается опубликованным послушайте это очень важно еще если оно сообщено неопределенном кругу слушателей, зрителей, читателей вот сейчас я здесь стою перед вами и рассказываю значит смотрите господа на сайте малого михмата написано что любой школьник может прийти на занятия малого михмата ну если там выполнена определенная процедура с пропусками это все понятно там желательно чтобы не нарушал общественный порядок и так далее но вообще любой любой разумный человек может туда прийти поэтому у меня нет способа ограничить количество здесь присутствующих и это называется неопределенная аудитория да если книга продается в магазине то любой человек может подойти купить это называется публикация журналист та же самая политковская печатает статью любой человек может пойти в киоск или я не знаю там где еще там подписаться или на сайте очень раз в разных местах разные способы любой человек это есть публикация интересно почему так важно это было сообщено конкретно кому или же это было сообщено всем сразу ответ ответ я сейчас объясню ситуацию при помощи немножко странного приема а именно я заменю проводника так ну наверное с моментными телефонами большинство знакомо да уже такое смс тоже все знают да отлично представьте себе что вы сидите в том самом вагоне где есть там грязные чистые мудрецы вы один из этих мудрецов и вдруг на ваш телефон дзинь 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 пришла смс нажимаете читаете я естественно буду на экране показывать представьте себе что в вагоне один ровно один испачканный мудрец и он получает такое сообщение в вагоне есть хотя бы один грязный вагон я без особой межности буду писать просто чтобы короче да может быть спачкавшись ну в общем неважно вы понимаете человек и так представьте себе что такую смс получает человек чистый вот все в этом вагоне значит чистые кроме одного есть один грязный и чистый человек получает как вы думаете это для него будет новость да нет нет чистый человек видит перед собой грязного получает эту смс да он конечно удивлен зачем ему это прислали потому что он это и так знает а вот если ту же самую смс получает грязный то для него это абсолютная новость потому что он сидит никого не трогает видит видит перед собой только чистых и вдруг узнает что в этом вагоне есть грязный так если все вокруг чистые то что это означает что я грязный правильно правильно таким образом получение вот этой смс приводит приводит к тому что чистый ничего не делает и просто соглашается что ему написали правду ничего не делает а грязный немедленно бежит не дожидаясь никакой остановки а просто уже понимает что надо бежать умываться согласны согласно а теперь самое главное для двоих для троих для четырех скажите пожалуйста какая должна быть смс в случае если в нашем вагоне двое грязных да это конечно правда но я хочу поинтересоваться не то это вы пытаетесь по числу два сказать это вы пытаетесь множественное число да вагоне есть один или больше грязных я хочу чтобы это имело отношение к вопросу о том что сказал проводник вы же понимаете что если ваши смс будут содержать в себе число то есть будет указание в вагоне не меньше там 2 грязных или в вагоне не меньше 3 грязных то это никак не приблизит нас к разгадке вопроса о том что сказал проводник да не то если сказать то же самое это конечно будет правда только на этот раз эту правду будут знать все и поэтому если вы пошлете вот эту первую смс во втором случае то к сожалению ничего не произойдет просто все согласятся что ну да да мы это знаем но это ничего не даст да вагоне не едет хотя бы двое идет и самовык сам заметьте ребята сегодня ни разу это уже очень грустно вот здесь вот некоторые сидят изображают из себя скучающих но сегодня не вам не удалось что называется самим преодолеть это означает вообще слушание лекции это всегда серьезная работа когда человек слушает лекция тематики он должен не наслаждаться своей крутизной ах какой я да а он должен пытаться связать информацию которую ему рассказывают с тем что он где-то в других местах книжках читал человек должен размышлять и желательно чтобы вы не просто сейчас слушали опомнили вопрос которому посвящен сегодняшний день что сказал проводник нам нужно понять какую информацию ребят слушайте какую информацию можно сообщить когда публично сообщаешь то что все и так знаю вообще может ли так что сообщение факта который всем известен приведет к великим последствиям сказку кто-нибудь знает про это дело в том что задолго до математиков литераторы на эту тему подумали есть замечательная сказка ровно на эту тему ровно на тему нашего сегодняшнего занятия как называется это какое отношение нет курочки так вы у меня получите прокурочку рябу ребят дело в том что сказка прокурочку рябу это между прочим история тоже поучительная наверное многие из вас эту сказку слышали давайте я ее быстренько перескажу значит как там была история снесла куручки яичко да не простое а золотое да значит дед с бабой били били не разбили да мышка побежала хвостиком махнула яичко разбилось да упал на пол вот плачет плачет да а курочка куда не плачет не плачет мама не плачет вот замечательно теперь вопрос вы никогда вы никогда не задумывались над странной нелогичностью это не страшно над очень странной историей извините курочку рябу я не собирался оставить курочку рябу но тем не менее это вы сказали во первых если она снесла золотое яичко вы когда-нибудь бросая со стола металлический сплошной предмет видели чтобы он разбивался нет в сказке нет дерево разбить в принципе может обычное яйцо ну практически наверняка да вот вот и дедушка с бабушкой будут плакать что обычное яйцо ну не из земли же его вот золотое яйцо не должно было разбиться у этого есть очень простая разгадка а почему история эта произошла в девятнадцатом веке оставить история произошла в девятнадцатом веке была французская сказка очень короткая сказка была такая жила была пучка ряба снесла она яичко мышка бежала хвостиком махнула ну что есть дед и бабы перебили не разбили да мышка бежала хвостиком махнула яичко упало разбилось дед и баба плачут и сказала им ручка ряба не плачьте дед да баба я снесу вам яичко не простое а золотое была абсолютно логичная сказка был переводчик который не очень хорошо знал французский и перепутал слова простое и золотое и это сказка была опубликована в девятнадцатом веке и эту ошибку переводчика с того момента так и не исправили дорогие мои в педагогике это встречается очень часто один раз в каком-то учебнике напечатали вот ребят я на самом деле знаю довольно много примеров такого типа скажем очень многие журналисты когда рассказывают о том что по их мнению ну вот совсем не должно быть да вот вот совсем ни в какие ворота не лезть любят говорить это как в геометрии Лобачевского это у Лобачевского параллельные прямые пересекаются ребята математики прекрасно знают да вы очень много лет назад в одной популярной статье по глупости была написана эта фраза так что в диаметре Лобачевского ну просто не очень грамотным человеком была написана эта фраза да в диаметре Лобачевского параллельные прямые пересекаются разумеется это вполне себе раздел науки параллельные прямые конечно не могут пересекаться в диаметре но там другая ситуация там прямые устроены так что в данный прямой через точку можно провести не одну параллельную а можно провести несколько прямых не одна вот эта будет прямая в смысле диаметре Лобачевского и она не будет пересекать вот эту там наоборот через точку можно провести много параллельных прямых Так вот рассказываю журналисту, так понравилась эта фраза, что у математиков в диаметре Лобачевского параллельные прямые пересекаются. Что не делать? Как их не убеждать? Как не пытайся объяснить, что не могут параллельные прямые пересекаться? Потому что по определению параллельные это прямые, у которых нет общих точек. Тем не менее повторяют и повторяют, повторяют и повторяют. И боюсь еще много лет повторять, потому что силу на то, чтобы прочитать, что такое на самом деле геометрия Лобачевского, да и желания у них нет, а умное слово произнести хочется. Вот в случае с кулочкой рябой ровно такая же ситуация. Один раз неправильно перевели, а желания исправить уже ни у кого нет. Хорошо. Какая же сказка? Кулочка рябой оказалась не о том. Мы сказки читали. Да. Три поросенка. А при чем здесь три поросенка? Какую истину? А нет. Да, в принципе, был там один герой, который говорил, что серый волк близок. Да? Это было. Но все-таки сказка не о том. Сказка не о его словах, а о его делах. Какой он хороший дом построил. Да? А при чем там это? Абсолютно ни при чем. Вы что, правда не читали сказки? Сказка, в которой есть человек, который громогласно произносит то, что все и так знают, и от этого наступает великое событие. Да? Что? Колобок? Нет. Тошка, нет. Ничего подобного. Да? Не слышу. Лепка может быть. Лепка. Так, у вас есть версия? Какая? Русская народная сказка. Наконец-то! Слушайте, ребята, срочно вас всех на курс повышения квалификации по сказкам. Значит, разумеется, сказка про голову короля. Помните, там были ткачи-обманщики, которые королю соткали якобы роскошный наряд, а на самом деле просто делали движение в воздухе, якобы что-то делают и требовали себе безумных денег. Да? И дальше весь народ видел, все понимали, что перед ними король идет просто голый. И только один маленький-маленький мальчик решился громко это сказать. И после него все повторили. Согласны? А иначе бы так король голышом там и шастал по сей день. Вот. Понятно? Понятно. Так вот, задача примерно о том же. Примерно о том же. СМС-ка звучит. Вы слышите? Все знали, что король бог. Но только один мальчик решился об этом сказать. Итак, как звучит СМС-ка? Все знают, что в вагоне есть грязь. Так, ну давайте двоим признули. Давайте. Проходи быстрее. Быстрее. Так, вот они двое. Представьте себе. Да, да, да. Вы двое. Грязные, все мы остальные чистые. Эх ты. Скажите, пожалуйста, правда ли, что все знают, что в вагоне есть грязь? Чистые. Знают, что в вагоне есть грязь? Да. Любой чистый, очевидно, знает. Так, он знает, что в вагоне есть грязь? Да. Замечательно. Знает, что в вагоне есть грязь? Да. Все знают. Все знают, что в вагоне есть грязь. Как вы считаете, получить эту смс? Он удивится. Это будет для него новое знание? Да. Да. Потому что он думает, что грязный, вот он очень, что я грязный. И у него тогда тут же возникает вопрос. Значит, я знаю, что кто тут грязный. Если наоборот, вы не знаете. Но смс-то сказали, что все грязные. Если все знают, то почему все знают? Вот почему она знает? Потому что... По той простой причине, что он грязный. Да. У нее нет другого способа узнать, кроме как из-за того, что он грязный. Понимаете, все остальные чистые? Если бы он был чистый, то она бы не знала, что в вагоне есть грязная. Поэтому, когда она получит вот эту вторую смс-ку, все знают, что в вагоне есть грязная, то она поймет, что на самом деле она грязная. И то же самое. Когда он получит такую смс-ку, то он тоже самое поймет. Потому что, если бы он был чистый, то она бы не знала. Все поняли? Да. Все, садитесь. Все знают, что в вагоне есть грязные. То есть, вы думаете, что нужно посылать ту же самую вторую смс-ку? Нет. Секунду, смотрите. Дело в том, что, когда у вас в вагоне трое грязных, то даже если я думаю про себя, что я чистый, то я понимаю, что любой другой человек видит перед собой. Вот представьте, я и еще двое грязных. Я понимаю, что пусть даже я чистый, тогда все равно любой другой человек видит перед собой кого-то грязного. Понимаете? Да. Все знают, что в вагоне есть два грязных. Ай, опять то же самое началось. Да. Вы опять пытаетесь про число сказать. Да. В вагоне есть несколько грязных. Ой, вы ничего не поняли? Вагоне есть, почему это? Да. Каждый видит, что в вагоне есть грязные. Нам нужно понять, что сказал проводник. Для этого нам нужно сообщение, которое обладало бы такими свойствами. Во-первых, там не должно быть числа, потому что нам нужно это в общей ситуации. А главное, когда его получают чистый, то он должен согласиться, что ну да, так и есть. А когда его получают грязный, то он должен сразу понять и побежать мыться. Ну, думайте же. Какой текст сообщения для троих? Для трех человек, ребята. Итак, если был один человек, то в вагоне есть хотя бы один грязный. Двое. Все знают, что в вагоне есть грязный. Говори. Ребята, я могу сказать следующее. Вчера я проводил ровно такой же кружок, только там было чуть меньше народа. За счет того, что там был народ гораздо меньше возможности надеяться на то, что рядом сидящий сосед решит задачу, у них нет. Поверьте, ребята были ну, совсем не умнее вас. Абсолютно такие же. Никак не отобранные, там, не какие-то супердения. Просто нормальные, обычные ребята. Но, повторяю, за счет того, что там их было мало, у них не было возможности, как сейчас, к сожалению, увы, понадеяться на другого. И все проходило совсем иначе. Никто за вас не выручился. Никто за вас не решит задачу. От того, что вы сидите на кружке малого махмана, предвидет даже не фиксируется. Я даже не собираюсь здесь фиксировать. Мне это неинтересно. Вы можете перед родителями похваляться этим. Но в какой-то момент и родители поймут, что это не нужно. Цель в другом подумать зайдут в другую сторону. Ребята, вот есть такая вещь, как 31-я статья Конституции Российской Федерации о том, что люди имеют право на мирные демонстрации, шествия и так далее. вопрос зачем авторами Конституции это основной закон нашей страны, да ее никто не отменял, то, что она не выполняется в нашей стране, это вопрос 10-й, но все-таки в свое время она была принята. и она считается основным законом, по которому мы все должны жить. Смотрите, зачем авторы Конституции вписали право людей собраться на митинг, казалось бы, ты возьми по телефону позвонил, это же неудобно, какой-то, ну я не знаю, общественный транспорт хуже ездит через это место, там кому-то неудобно, что шумно, зачем и почему авторы Конституции считали, что это право важно. Никто не знает? Да? Не слышу. И что? А ты позвони 20 раз, уже будет 20, да? Может быть, чтобы решать свои советы, единогласно? Здрасте, единогласно. Наоборот, когда митинг, это всегда проводится по каким-то таким острым вопросам, там, ну не знаю, там, я сейчас не буду никакую конкретику, но, естественно, что люди не будут митинговать о том, сколько будет 6 плюс 6, да? Всегда какой-то важный вопрос, и по нему у одних одно мнение, у других другое. Если можно поговорить по телефону, зачем в Конституции написано, что нужно, чтобы у людей было право на митинг? Зачем? Зачем авторы это сделали? Не знаете, не догадываюсь? Потому что вместе, как у Бога. Вместе? А дома, смотри, возьми тысячу своих друзей, и это будет даже лучше. Поговорите, там, не знаю, в интернете устройте обмен письмами. Почему авторы захотели, чтобы было право с плакатом выйти? Да. 10 раз скажи, по телефону 10 раз позвони. Да. все знали что? А почему? Смотрите, трудно перестать каждому? Да. А если ты не знаешь его номер? Это уже хорошая мысль. А если ты не знаешь его номер? Ну, если вот, например, там, если человек устраивает митинг, это, это, как бы, они показывают, что они уже не просто хотят звонить по телефону, это, их уже границы переходят, например, воду отключили и говорят, что там... вы думаете, что митинги надо устраивать только тогда, когда ну вот уже совсем жить нельзя, да? То есть, вот когда тебе отключат воду, отрежут свет, я не знаю, там, да, и под окнами будут ездить на танках, вот тогда ты пойдешь на митинг. Ну, на самом деле, тогда ты уже и не пойдешь никуда. Значит, ребят, на самом деле, конечно, митинги, они хороши только в мирной обстановке. Если у вас что-то такое совсем плохое, то тут уже не до митингов, тут уже надо просто прятаться, да? Ладно, придется говорить. Придется говорить самому, хотя, частично, конечно, вы догадались. Значит, начну издалека. Господа, вот, как известно, много-много лет назад, но для вас это совсем доисторическое время, совсем доисторическое время, лет 70 назад, сотни тысяч, по некоторым подсчетам даже многие миллионы в нашей стране, были просто физически уничтожены или арестованы или сосланы в их лагеря, или, ну, в общем, что называется, каждый в своей семье можете поспрашивать, там, есть ли брессированные, нет, по всей стране, там, ОКПУ, НКВД, как его там в разное время по-разному называли, проводило огромное количество арестов, там, существенная доля населения страны была политически уничтожена. Вот вопрос, почему наши предки, зная о том, что происходит массовый арест, я, еще раз, я сейчас специально говорю не про наше время, там, что называется, дело было много-много лет назад, 70, даже больше, вот, что называется, большинство из участников уже давно умерли, но, тем не менее, никогда не задумывались, зная о том, что вот, вот, их завтра придет арестовывать, почему люди не пытались убежать? секунду, не, секунду, секунду, что? Может быть, потому, что они думали, что вся остальная страна, как бы, стоит за тем, что вот этого человека не стоит. Молодец, молодец, все правильно. Дело в том, что как только большевики пришли к власти, первое, что они сделали, это закрыли всю свободную прессу, запретили все средства массовой информации, газеты и все такое, которое могло им противостоять, которое могло написать правду. Соответственно, вся информация в то время шла только от Сталина, но по его приказу. Соответственно, у человека не было способа узнать. Доходило до полного ужаса. Почти весь состав командной Красной Армии был в конце 30-х годов уничтожен. Почти весь. Почти все секретари обкомов были уничтожены. Это то, что сейчас называется губернатор областей. Понимаете? Казалось бы, если, я не знаю, командир полка знает, что там завтра его и его семью придут расстреливать. Так подними ты свой полк. У тебя есть сила. У тебя есть тысячи вооруженных людей, да? А не может. Потому что он думает, что он один, а вся остальная страна за товарища Сталина. у него нет способа начать. Он не может сопротивляться, потому что он уверен, что он один. И только когда он приезжает в лагерь, он смотрит, а таких, как я, целые эшелоны. Но только он уже за колючий проволок, он уже в наручниках, у него уже нет этого самого полка. И командиры дивизии, и командармы, и секретари архомов все проходили этот путь. Сначала им казалось, что он один, а потом или на Лубянку его притащили, и таких, как он, он видит, что тут десятки и десятки ведут расстреливать. Или его в лагерь отправили, и он видит, что море людей. Господа, ровно в этом роль средств массовой информации в мире. Не то, что они сообщают что-то, что никто не знает. Они должны сообщить это так, чтобы не только все узнали, но и чтобы все знали, что все знали. Придется мне все-таки писать, раз, два, третья смс-ка звучит в следующем области. Пожалуйста, запишите ее сюда. все знают, все знают, что в вагоне есть грязь. я понимаю, что это не так просто проанализировать и понять, но тем не менее, ровно такая ровно такая смс-ка. Давайте пытаемся все-таки это проанализировать. Так, кто пойдет играть роль играть роль. Так, давай. Сейчас, уже трое есть. Так, господа, давайте соображать. Вот они стоят трое. Представьте себе, что мальчик получает смс-ку. Читаем. все знают, что все знают, что в вагоне есть грязь. Давайте думайте. Вот когда он ее читает, что он думает, он думает, предположим, что я чистый. Это разумно для него предположить? Предположим, что я чистый. ты чистый, я пройдусь. Ты предположил, что ты чистый. Вот он думает, интересно, все знают, что все знают, что в вагоне есть грязь. Вот интересно, Знает ли она, что все знают, что в вагоне есть грязь? Нет, не знает. Потому что она может подумать. Пусть я чистая. Пусть я чистая. Тогда в вагоне грязная только одна. И она не знает, что в вагоне есть грязная. Ребята, я боюсь, что многие сейчас услышали это обсуждение. Дело в том, что каждый оборот, все знают, что он в некотором смысле очищает этого человека. Давайте, я очень боюсь, что вы это не поняли. Но еще раз быстренько повторю. Слушайте, что у нас происходит? Мальчик получает вот эту смс. Все знают, что в вагоне есть грязная. И он думает про себя. Если я чистый, то будет ли эта смс верна? Будет ли она знать, что все знают, что в вагоне есть грязная? Нет. Потому что, если я чистый, и она про себя подумает, что она чистая, то тогда в вагоне будет только один грязный человек. И этот грязный человек, эта девочка, не будет знать, что в вагоне есть грязная. Так, смысл поняли? Да. Все. Садитесь. Ребят, не буду дальше оттенять время. И напишу разгадку для числа. Все знают? Что все знают? Что все знают? Давай. Так, смотрите. Сколько раз было слово «знают» здесь? Два. А тут три. А тут уже три. Что в вагоне? Есть грязный. Так что, господа, смотрите. Все знают, что все знают, что все знают, что в вагоне есть грязный. Это для четырех человек. Аналогично для пяти, для шести и так далее. Каждый раз добавляется один вот этот вот оборот. Все знают, что. Все знают, что все знают. Так, давайте, чтобы было не только, что называется, о нашей стране. Господа, про это вы, наверное, уже совсем должны, обязательно должны знать. Вот, ну, не знаю, например, мой дедушка был в конце войны командиром соперного батальона. Наверное, в ваших семьях во многих тоже были, там, дедушки, прадедушки, да, которые воевали. Так вот, смотрите. История... Алло, услышите меня, пожалуйста? История Германии. Создаются в конце дня. С десятками тысяч, целыми эшелонами везут людей в газовые камеры. Те, кто не знают, очень советую, что называется, поинтересоваться. Ну, я понимаю. Поинтересоваться, узнать. Да, страшная трагедия по всей Европе. Огромное количество людей. Господа, я не советую вам на эти темы шутить. Очень не советую, потому что те, кто начинают шутить, имеют шанс эту историю повторить, причем именно на положении тех, кого везут. Вот, господа, услышите. Значит, конслагеряль. Вы понимаете, что они особо не скрывались и не могли скрываться? Вы понимаете, что какие-нибудь добропорядочные немцы жили и, что называется, мимо них возили эти самые эшелоны, да? Да, собственно говоря, и многие из них тоже участвовали там. Ну, понятно, что собственноручно человеку газовую камеру запихивать, это, в общем, нужен совсем особый характер. Но, тем не менее, там в охранниках, еще где-то довольно много народу слышали. Кончилась Вторая мировая война. Прошли Нилбергский процесс и другие аналогичные. Спрашивают, почему, вот вы жили, почему вы не посмотрели, что рядом с вами там консенсационный лагерь, что там убивали многие тысячи людей? А мы не знаем. Вопрос. Интересно, почему они не знают? Когда мимо тебя ведут эшелоны, как ты можешь не знать? Ответ очень простой. Ответ очень простой. Ребята, на самом деле, конечно, они знают. Ну, вернее, может, кто-то их не знал, но, конечно, они знают. Только любая важная информация о обществе проходит через вот эти стадии. То есть, вполне возможна ситуация, что все знают про эти камеры смерти, про эти душегубки, про все, да? Но люди могут думать, если у вас по всем каналам веселенькая-развеселенькая музыка, как, собственно, у нас из Федерма, не было. Естественно, что люди думают, что я-то знаю, у меня, вот в километре от моего города, действительно стоит коптит, я понимаю, что там из людей мыло варит. Это я все понимаю. Но только это я понимаю, и это мои местные соседи понимают. А другие-то не знают. То есть, многие люди находились вот на этом городе. Они знали, но они при этом думали, что другие не знают. Ну и, конечно, были те, кто находились на этом городе. Они понимали, что все знают, что есть эти самые конструкции, но не понимали, правда ли, что все знают, что все знают. Так вот, господа, для чего? Для чего на свете на самом деле есть профессия журналиста. Профессия журналиста нужна не для того, чтобы добывать информацию. То есть, добывать информацию, это, безусловно, тоже нужно, потому что, ну, что называется, о чем-то надо рассказать. Но, чрезвычайно важна, и вот это последовательный смысл. Не только нужно сообщить информацию, но это должно быть сделано гласно. Есть огромная разница между сообщением в своей личной почте и тем, что человек не побоялся выйти и сказать. Кстати, сразу вопрос. Вы никогда не задумывались, почему в 20 веке были вот эти вот многие миллионы жертв во второй мировой войне, а в конце 20 века, конечно, были страшные диктаторы, но они были не по много десятков лет, а только по несколько лет. Почему, если в старые времена какой-нибудь там спятивший фараон мог всю страну держать, вот просто вот всю свою жизнь в подчинении, если даже в 20 веке были, ну, просто чудовищные истории, где много десятилетий, там, страной, правил какой-то сумасшедший, и никто не мог к нему ничего сделать. Почему в 21 веке такого типа истории стали гораздо короче? Версии какие-нибудь есть, да? Может быть, потому что, вот, вы говорите про фараона, то, что тогда люди, во-первых, не могли устраивать митинг, а... Конечно, сейчас не могут. Нет, любому спятишему диктатору, секунду, ты смотришь, любому спятишему правителю очень легко сделать, чтобы никаких митингов не было. Как только где-то митинг послал туда, не знаю, кого-нибудь с дубинками, разогнали, все, это не проблема. Почему в 21 веке устраивать действительно злодейство стало тяжело? Да. Потому что об этом в 21 веке рассказывали журналисты и печатали газеты. Журналистам чего я бы сказал, не печатали, поставил цензор в газеты и все, да? Может, потому что уже, уже не было современнее. Современнее в чем? Да. В технологии. А вы думаете, что тогда народ хотел слушаться? Нет. Нет, 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 нет. Я понял, потому что на мобильном телефоне могут пару страной совместно отправлять, и там нас упадет. По сути, ты прав. Как ни странно, действительно, действительно, наши с вами жизни от всяких по-настоящему спятивших индукторах защищает современные техники. Защищает действительно упомянутый вами мобильный телефон, а также интернет, а также ксеркс. В советское время, я, кстати, еще застал в это время, застал. Я очень хорошо помню, когда было строго настрого запрещено печатать на ксерксе что бы то ни было, без того, чтобы это не проверил там самый высокий человек на факультете. Более того, ребят, я признаюсь вам, еще в 1990 году, то есть всего-то 20 лет назад, я искренне был убежден, что ксеркс может печатать только на зеленой бумаге. Рассказать, как такое получилось? Нет, заметьте, я тогда уже был аспирантом, уже вполне культурный человек, вполне взрослый. Но я искренне думал, что ксеркс умеет печатать только на зеленой бумаге, ну там, или на цветной. Объясняю почему. На мехмате был ксеркс. Ну, вообще тогда ксеркс были запрещены продажи и строго учитывались. На мехмате был ксеркс. И даешь им заявку, там определенным образом оформляешь. Тебе делают ксеркс на удивительно, извините, плохо пахнущей, удивительно поганого цвета бумаге. Вопрос, почему? Потому что строжайшим образом боялись того, что люди получат доступ к множительной технике. И власти страшно боялись, что они там напишут то, что думают. Поэтому строжайше контролировалось, что уж если у вас есть ксеркс, то он должен печатать только на той бумаге, которую даже в руки противно взять. Так вот, современная техника стала настолько миниатюрной, что государство бы и радо запретить ксерксы, запретить мобильные телефоны, но уже не могут. Уже в мире их настолько много, они настолько вошли в быт, что распространение информации, если раньше этот процесс занимал многие годы, то сейчас он уже занимает, к сожалению, все еще долго, но уже не десятилетия.